Проект оптимизации маршрутной сети города представили в мэрии. Сотрудники научно-исследовательского института автомобильного транспорта несколько месяцев изучали городской пассажиропоток. Спрашивали граждан, какие маршруты их устраивают, а какие нет. На основе полученных данных исследователи создали проект. Я считаю, что разработка, которую произвел НИАТ, она действительно является уже готовым планом по внедрению. Другое дело, что, скорее всего, мы ее будем корректировать. И сам по себе процесс внедрения этой схемы разбит на два этапа. Первый этап до 2019 года, а второй этап до 2022 года. Основные предложения института касаются протяженности маршрутной сети и количества транспортных средств. Некоторые пути проезда предлагают изменить или продлить, а маршруты-дублеры – ликвидировать. Предлагают также увеличить количество транспортных средств, большой и средней вместимости, а вот число маршруток сократить. Особое внимание нужно уделить троллейбусам. В планах продлить первый и девятый маршрут. Мы посмотрим, как у нас предприятие оценит предложения, которые были предоставлены научно-исследовательским институтом. Насколько будет перспективно работать на данном маршруте, как у нас произойдет увеличение пассажиропотока по тем местам, где у нас будет сокращено дублирование. Разработчики проекта ожидают, что изменения приведут к увеличению пассажиропотока в троллейбусах на 18%. В целом обсуждение получилось бурным. У представителей транспортных служб и компаний просто не хватило времени, чтобы задать все интересующие вопросы. Затронули тему единого проездного. Впрочем, проект слишком масштабный, чтобы принять решение быстро. Очень хорошее, грамотное, это давно уже об этом многие говорят, предложение о введении безналичного расчета. Но безналичный расчет в Москве, например, он был организован обустройством заборчиков в троллейбусе, в автобусе, кого ходить не могли. Из-за этого получались пробки на остановках из людей. То есть, каким образом это будет реализовываться в ванной, тоже бы хотелось услышать от тех, кто это предлагает. Исследователи также разработали план график перехода на новую систему. Предполагается также организация трех пересадочных узлов на междугороднее направление. В сентябре мэрия планирует окончательно утвердить проект с учетом всех изменений. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.